С каждым годом технологии развиваются, объемы производства увеличиваются, а потребность в высококвалифицированных специалистах растет. Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров уже третий год подряд предоставляет возможность специалистам краевых предприятий получить дополнительное профильное образование. В этом году на обучение поступило более ста заявок. Конкурсный отбор прошли 66 человек. Жду я от программы, конечно, многого. Модулей достаточно много, они интересны должны быть. К тому же, судя по всему, они будут тесно связаны друг с дружкой. Возможно, что-то я услышу не в первый раз, но в этом ничего плохого, только плюсы. Обучение 4 месяца на базе политехнического вуза. Сложность курсов в том, что от работы участников никто не освобождал. Занятия проходят в вечернее время без отрыва от производства. У вас после нескольких месяцев обучения еще вам предоставят возможность пройти стажировку на нескольких предприятиях. Это предприятие не только Алтайского края. В прошлом году у нас и Красноярск активно здесь работал с нами, и несколько предприятий красноярских посещали наши слушатели. Вы получите полезный объем информации, который вам пригодится в дальнейшем в вашей работе, где вы сегодня трудитесь. В завершении обучения – разработка и защита дипломных проектов. Проекты далеко не с учебными задачами, а задачами реальными, необходимыми для повышения эффективности производства. Проекты, которые будут внедрены в работу предприятий Алтайского края. У нас в организации внедрена система энергетического менеджмента в соответствии с международными стандартами. И в рамках выпускной квалификационной работы, в рамках губернаторской программы я предлагал усовершенствовать действующие у нас в организации подходы. Предложил автоматизировать часть процессов. И как результат, по результатам защиты, мы мой проект сейчас внедряем в компанию. Организаторы курсов говорят, что на практике реализуют проекты не всех 70 выпускников программы переподготовки. Лишь лучшие, экономически обоснованные. Но если даже часть из них позволит предприятиям выйти на новый уровень развития, это станет весомым вкладом в будущее региона. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.